так и так значит вот по сути дела сколько лубриканта белого сколько сразу сначала можно набить вот эту обойму которая закрывает подшипник сверху который сюда не знаю выдавина выдвину и смазка она будет играть роль вода отталкивание я вода отталкивание и это самого как бы противополевого кожуха шариков в обойме 52 штуки очень желательно их не проебывать вот ну лубрикант я сейчас смою и смазать смазкой потом короче значит сюда накладываем смазки не только чтобы очень небольшие что впритык и аккуратненько прижимаем здесь защелок никаких нету аккуратненько прижимаем этот одну часть обойна с другой и как бы излишки выходят смазки прокручиваем несколько раз желательно хорошо плотно сдаю потом раскрываем и смотрим после визуального убеждения в том то что сепаратор и шары нормальные завозюками шмази можно закрывать его уже и ставить на свое место как бы здесь я тоже чуть-чуть помазал лишним не будет вот после этого сверху одеваем набитую смазкой крышку в пыльник защелкиваем и тоже сдавливаем как бы излишки смазки выходит мы их размазываем по углам получается такая антиполевая прослойка не знаю правильное дело неправильно ну как бы пока все крутится а дальше думаю ну будет выдавливать треснуть она не должна потому что температура на порогу смазки минус 30 в случае в камень влюдано не превратится вот поставим посмотрим но еще как заодно как я говорил до кучи с этими опорными подшипниками будет меняться меняться будут обе опоры передних стоек которая из резины но их мы позже завизуализируем и устроим фотосессию может быть даже видео обзор с описаниями вот но сейчас что значит сейчас я умываю лубрикаты или лубриканты как не правильно называется я не знаю закладываю туда вот этот шрус с молиблианом вот кстати баллончик стоит 151 рубль 141 рубль вот и что и собираю подшипник как бы все завтра поеду заказывать эти опоры ну все всем пока спасибо с вами был ваш любимый пастор а